Поцелованное солнцем My name is Bella Hadid Человек-лимон Всем привет, меня зовут Вика и впали на мой канал Я безумно рада вас здесь видеть Сегодня будет интересное видео Как обычно у меня, у меня что-то бывает по-другому, да Вот И это будет мой повседневный макияж Но продуктами, которые я не пробовала То есть это будет первое впечатление, потому что бренд Essence прислали мне Посылочку с косметикой В подарок, и я решила снять Полноценный обзор на этот бренд Здесь есть не все продукты для полного макияжа Поэтому я дополню какими-то своими От этого бренда и также некоторыми Все-таки не от этого, потому что у меня не все есть В арсенале моем Я не буду затягивать этот ролик, поставьте лайк Подпишитесь на мой канал, обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал Потому что там я с вами 24 на 7 и постоянно Выкладываю обзоры на косметоз Вот, там я чаще, чем здесь, с определенным Давайте сначала я сделаю как бы распаковку И покажу вам все продукты, которые у меня есть А потом мы приступим к макияжу Я, конечно, потом смою свой макияж И буду носить заново Первое, что у меня здесь есть, это уходовый продукт Это сыворотка от бренда Essence Здесь все будет от бренда Essence Поэтому я не буду заострять на этом внимание Это классная сыворотка с арбузом Она безумно приятно пахнет У нее удобная помпа, кстати Я ее, конечно же, воспользуюсь Я уже ее протестировала, если честно Мне она понравилась Она такая нежидкая, очень питательная и классная Поэтому такая легкая сыворотка Но это как раз то, что нужно И из уходовых продуктов я сразу вам покажу У меня есть вот такой стик под глаза Выглядит он просто чудесно Такой розовый, симпатичный Внутри такая гелевая текстура какая-то Но, знаете, оно такое прям жирненькое Особо какого-то результата, эффекта я от этого не увидела Ну, просто как какая-то приколюха, знаете, такая маленькая Кинуть сумочку, прикалываться И теперь мы перейдем с вами к декоративным продуктам Начну я с вот такого Вот такой вот штучки Интересно, показываю не той стороной Это плампер У меня это плампер версии с чили перцем Я знаю, он есть еще с ментоном охлаждающим Но мне достался такой Хотя я, на самом деле, не фанат таких продуктов Я люблю еще что-то охлаждающее Очень симпатично он выглядит Внутри такая розовая гелевая текстура какая-то И, знаете, он еще заявлен как плампер тинт Поэтому он должен оставлять, да, я правильно понимаю But the fake Название прикольное у него Shiny finish Да, блестящий тинтовый финиш, в общем, тут написано Будем с вами пробовать И посмотрим, что будет Я нанесу его в самом начале макияжа Также из продуктов для губ У меня есть вот такие классные яркие помады Мне они нравятся Это матовая, но увлажняющая версия помад У меня есть три оттенка Это 403, 408 и 407 408, 407 это красные оттенки Немножечко отличающиеся Я обязательно сделала вам сводчи Они безумно красиво выглядят Красные оттенки, это, честно, не моя история Но если наносить на центр губ, я думаю, вполне хорошо будет А вот 403 это такой персиковый ньют Он даже называется peach Peach it В общем И они очень вкусно пахнут, кстати Чем-то таким сладеньким и фруктовым Я сделаю вам сводчи всех помад И покажу поближе Также у меня здесь есть один Нет, два продукта для бровей Это цветная тушь с щеточкой Оттенок для меня темноват Я вам сразу скажу, не факт, что я буду это использовать Потому что я выгляжу с ними как брежнев Я уже протестировала И также вот такой гель для бровей Который я, скорее всего, тоже не буду наносить Потому что он скорее ухаживающий Чем фиксирующий Для меня он, знаете, как-то теплыми отголосками Моей молодости остался в памяти Вот Потому что я, когда мне было лет 14, наверное Я пользовалась этим гелем Укладывала брови И на ресницы еще наносила Не знаю, с чего я хотела Но здесь написано, что Lush and Brow У меня есть пару продуктов для ресниц Первая и очень интересная штука Которую я хотела протестировать И хотела приобрести сама Это бустер для ресниц То есть это праймер белый Который нужно носить на ресницы перед тушью Который добавляет объема И делает ваши ресницы красивыми 2Х Чем просто с обычной тушью Он, кстати, тоже приятно пахнет Да, тоже чем-то сладеньким И есть у меня вот такая тушь У них очень много разных тушей Мне досталась, так понимаю, объемная Да, и упаковка у нее такая вот Интересная матрешка Мне почему-то напоминает Вот Здесь щеточка натуральная Хотя я, на самом деле, фанат больше силиконовых щеточек Попробуем Мне будет интересно протестировать что-то новое Логичнее бы, наверное, было начинать с продуктов для лица Но я ими заканчиваю И здесь у меня есть два консилера Это серия Камуфляж Но у меня из разных линейк, как бы Или как это называть Ну, в общем, одна увлажняющая А другая матовая Здесь написано Waterproof Tattoo Короче, типа перекрывает тату Водостойкий А здесь написано Водостойкий и витаминный комплекс В общем, этот, по идее, матовая версия должна быть плотнее У меня, по-моему, была матовая И он мне довольно-таки нравился Еще для лица есть у меня вот такая вот штучка Это А-ля Tinted Masterizer Или как это там называется В общем, это легкая увлажняющая история С таким минимальным тонирующим эффектом Для меня такого покрытия, конечно же, мало Потому что у меня довольно проблемная кожа Последнее время Какие-то вылазят Какие-то неприятности Вот, поэтому мне кажется, что для меня Это будет слишком тонкое покрытие И плюс оттенок немного мне темноват Но мы все равно попробуем Последняя очень красивая вещь Это А-ля Хайлайтер бронзер В общем, здесь такая Так интересный рисунок И Сияющих много Отделений Мне кажется, что это будет очень сияющая история Антенок у меня 0,2 Я так понимаю, он есть еще с розовыми вкраплениями Ну, по сути, это как бы бронзер Но вот можно вот здесь пальчиком потереть И будет прям яркий-яркий сияющий хайлайтер Так что, в принципе, ну, он Очень даже деликатный и красивый Будем с вами тестировать Я показала вам все продукты Сейчас я смою макияж Вернусь к вам И мы будем тестировать абсолютно каждый продукт Также по ходу видео Я еще буду добавлять свои продукты Например, у меня есть румяна от Essence Потому что румяна мне не прислали Эти румяна мне дарила Вика Вот, очень красивый у них такой оттенок Я обожаю такой Это 10 оттенок Также хайлайтер Хайлайтер у меня Catrice Очень красивый Я его обожаю просто Он прям обалденный Если не получится использовать хайлайтер из бронзера То мы возьмем его И также есть у меня еще вот такие румяна от Catrice Это безумно красивые, сияющие, запеченные румяна Вот они прям у меня обожаемы мной И также еще у меня есть пудра Манисофа подарила пудру Я теперь чисто, знаете, ну Просто девчонка на люксе Сейчас сломаю упаковку Просто вопросы? Вопросы какие-то ко мне есть? Нет вопросов В общем-то Все, я смываю макияж и возвращаюсь к вам Так, ну что, я вернулась к вам Смыла макияж, заколола волосы Точнее челку свою И ховастаюсь зеркалом от Джеффри Стар Я его очень хотела Наконец-то она у меня Теперь я буду Не только как бы с пудрой шик, но еще вот Зеркалом Джеффри Стар Не знаю, я безумно довольна И я надеюсь, что мне будет удобно делать с ним макияж Первым делом я сейчас нанесу сыворотку И потом будем уже наносить макияж Потому что я нанесла тонер после мицеллярной воды Растеряю вот так в руках слегка сыворотку Потому что сыворотку перед нанесением лучше разогреть И вот такими вот прихлапывающими движениями наношу на кожу Аромат у нее прям пахнет конфетками, знаете, мармеладками Мишками мармеладными Очень-очень приятно И кожа сразу такая гладкая, бархатная Хорошо подготавливает кожу к нанесению макияжа Я взяла спонж Я не знаю, насколько это правильно носить спонжем подобные продукты Мне кажется, что он должен наноситься то ли руками, то ли кистью Но сейчас мы попробуем Я буду носить сначала на палитру Палитру Майсов Вот, а затем уже на лицо Но знаете, я уже вижу по оттенку, что он у меня прям желтый Я не знаю, насколько много его нужно брать Но вот возьму как-то так Попробую перенести пальцем Или сразу спонжем Сразу спонжем сюда И смотрим Ну, оттенок, да, оттенок прям... Ой, я уже волос себе испачкала Оттенок прям такой рыжеватенький Для более теплого потона У меня же нейтральный Поэтому для меня... Но покрытие очень тонкое, мне кажется, что это сильно не будет бросаться в глаза на камере Вот, но... Ну, кстати, знаете, очень-очень так легко ложиться Прям видно, что он сияющий Он с таким вот сияющим финишем Но... Да, перекрывает очень слабо Это даже видно вот по губам Губы остаются практически незамазанными Ну, так, конечно, прикольная история Мне кажется, на лето Если подобрать нужный оттенок И если у вас нет прям каких-то явных нюансов на коже То это неплохой вариант Довольно-таки Для чего-то легкого Чтобы не перегружать свое лицо Хорошая история Если вы любите прям так откровенно сиять Не знаю, возможно, он сейчас как-то подусядется Но пока он... Ну, пока я желтая богиня Лимонная Человек-лимон Просто Этот, как его? Лимонохват Из... Время приключений Надо прям везде затонироваться Потому что иначе я буду немножко смешно выглядеть Будем исправлять ситуацию консилером Консилер я возьму сияющий снова А что? А что? Сегодня у меня настроение Shine Bright Lucky Diamond Такая вот у него интересная лопаточка И консилер будем наносить по максимуму Везде, где можно Потому что... Потому что, чтобы высветлить определенные зоны Поэтому консилер у меня будет Много где И вот, чтобы уплотнить Консилер на все лицо Это наша история На лоб Вот так В общем-то И будем сейчас тусоваться Тушеваться Консилер хороший Я уже пробовала его Ну, не конкретно сейчас А ранее Тестировала Поэтому я могу уже за него ручаться Вот И оттенок, кстати Вот оттенок мне подходит Ура! Ну, он... Кстати, вот Сияющая версия Она не сильно плотная Но при этом Очень красиво Ложится на кожу Мне нравится Но пудриться Мне определенно нужно будет Причем нужно будет Это делать Достаточно обильно А я взяла Сияющую пудру От Шик Мне кажется Это была ошибка Нужно что-то матовое Ну, консилер Очень-очень симпатичный У меня, кстати, матовый Вроде бы в другом оттенке Сейчас я вам скажу Какой это оттенок У него сияющего Ну, слушайте Он довольно-таки Неплохо перекрыл Ему пигментацию Пост-акно Потому что у меня Обычно Мало каких консилеров Перекрывают Только с The Sam Если Но он прям Гиперплотный Для проблемной кожи Конкретно создан Поэтому Ну, вот Нет, консилер Перекрывает хорошо Я сейчас попала на губу И Прям Довольно-таки Неплохо И у него хороший Подходящий мне оттенок Возможно Я сейчас исправлю Ситуацию с тоном Ну что Исправила ли я ситуацию? Ну, мне кажется Что тон мой Стал намного симпатичнее Но я все еще блещу Так Ну, мне определенно Так нравится больше Консилер Хороший Он не запал Ни в какие Мои морщинки Но, опять-таки Я не могу оценивать Конкретно его финиш Потому что я его наносила На супер сияющий тон Но плотность покрытия У него классная И оттенок Который мне Подошел Поэтому я его Довольно-таки Рекомендую И буду использовать Даже Кинусую косметичку Оттенок 20 Light Natural А в матовом У меня оттенок 20 Light Ivory Тоже, кстати Светлый походу Спасибо, что Позаботились Обо мне А вот тон К сожалению В оттенке 10 Soft Nude Это немножко Не мой тон Так, я думаю Что самое время Наверное Нам нанести Плампер Для губок Для губок Посудных Так, ладно Все Долой тупые Ассоциации И Будем дальше Макияж делать Он дает Легкий оттенок Имеет Почти Никакой аромат Точнее Почти не имеет Никакого аромата И знаете Дает такой эффект Одновременно Из жжения И холодка Странно Да Вределенно Я наношу его Прям Заходя за контур Чтобы проверить Насколько Он будет действенным Но знаете Я уже им Один раз Воспользовалась И это единственный Плампер Из всех Что я когда-либо Пробовала Который не высушил Мне губы Просто намертво И При этом Дал такой естественный Красивый объем И мне было Не сильно больно Это вот За это плюс И он дает Такой розовый Легкий Красивый Глянцевый Оттенок Начинает Очень сильно Пока что Щипать Но это Походу Ненадолго Потому что Проходит несколько минут И все Вполне Приемлемо Так Но губы Губы Барби Делаемся Печет Жесть Уже Что я мне кажется Не подрассчитала Наслоила Слишком много Кстати Давайте наверное Сделаем Скульптурирование Кремовое У меня нет Ничего От Катрис Или Эссенс Поэтому я сделаю Это своим продуктом Я не могу Без кремового Контуринга Тем более У меня здесь Нет контура Есть только Румяна Ой румяна Есть только Бронзер Поэтому я По классике Себе Контурирую Лоб Нос Подбородок И немножко My name is Bella Hadid My name О господи Простите меня Пожалуйста За мой Трэш Трэш Контент Я не могу Без него Сейчас я запудрюсь Самой светлой Пудрой И буду Продолжать Я вам не показала Боже Забыла Гвоздь программы Палеточка Теней Это я понимаю Линейка у них Была с Городами Странными Не знаю Странными У них вроде тоже была В общем Это у меня Лондон И Сейчас я отклею Я просто даже Не открывала В общем Такая вот Красивая здесь Гамма Интересная подборка Потому что Здесь вот прям По квадратикам Можно сделать нюдец Можно сделать какой-то нюдец С перчинкой Здесь есть сатинчики И матовые Я вам сейчас скажу Так Так выглядит раскладка И здесь вот Я говорю прям Кубиками Такими По 4 оттенка Считай 4 палетки Есть вот такая Прям нюд-нюд Есть оранжево Охристые Такие оттенки Есть синий Но здесь я вам скажу Что только один Матовый серый Остальные сатинчики Вот этот синий Мне прям очень манит И здесь Гравировка Какого-то Колеса обозрения А здесь Чайная пара И я думаю Что мы сейчас С вами что-нибудь Придумаем Но пока мы Не лицо делаем Поэтому К этому Мы вернемся Чуть-чуть позже Сейчас я Сделаю Наверное Контуринг Ну как контуринг Забронсируюсь Я не буду Сильно прям Юлозить вот внизу В нижней части Которая как хайлайтер Потому что я боюсь Что я переборщу Очень красивый рисунок Прям на самом На самом рефиле Мне нравится И пробуем Пробую впервые Вместе с вами У меня здесь Просто высыпание Поэтому может Знаете Типа Образовывается Эффект залипания Но на самом деле Никого залипания нет Просто это Мои здесь Мой рельеф Собственной кожи Слушайте Оттенок прям Приятный И на лето Самое то Он На самом деле Не сильно Нет Он хорошо прям Сияет Но для лета Это идеальный вариант Пигментация Не прям бешеная То есть Вы можете Варьировать Нанести поплотнее Или нанести Чуть поменьше Распределяется Довольно хорошо По пудре Скользит Тоже Мне нравится Как выглядит Я такая прям Слегка загореленькая Даже не слегка Наверное Прям такая Загореленькая Очень свеженькая Бодренькая Бодренькая Я наверное Не буду все таки Брать сияющий румян Она будет достаточно Сияющего бронзера Сияющего тона И консилера Я немножечко добавлю Этому Матового настроения И я прям Прохожусь Вот так вот Цифркой 3 По лицу И чувствую Что мне безумно нравится Этот продукт И я Блин Что же у меня волос Так лезут И я ставлю его себе В свое пользование Ежедневное Как и консилер Кстати посмотрите На мои губы Насколько они яркие Что хочу сказать Бронзер Обалденный Мы попробуем сейчас Ту часть как хайлайтер нанести Давайте попробуем Или просто катрис нанесем Все таки универсальный продукт Поэтому давайте пробовать Но сначала Все таки румяна Румяшки возьму Эссенс тоже Оттенок хороший Прям вот То что доктор прописал Приятный розовый Идеальный на каждый день Румяна у них хорошие Компактные Удобные Формат отличный Потому что Можно легко взять с собой И я наношу румяна Прям вот такими движениями На глаз И на щечку Потому что это добавляет Какой-то связности Макияжа что ли И гармоничности Гармонию Люблю я гармонию во всем Вот Поэтому наношу Прям вот такими движениями Ой Хороший оттенок румян Просто свежесть На максималках Я на нос Люблю румяна наносить И вообще везде Куда только можно Румянец отличный Можно тоже варьировать Степень нанесения Я возьму Немножечко Поднослою Потому что я люблю Румяна поярче Но это довольно деликатный Оттенок С которым сложно Переборщить И я поэтому Не буду Знаете Стараться Прям нарумяниться Поэтому вот Еще вот так И достаточно В принципе На подбородок Еще можно Чуть-чуть Остатком И мне в целом Нравится Как выглядит моя кожа Потому что Она Ну На ней не подчеркнуты Никакие шелушения Ничего не завалилось В поры Все выглядит довольно Аккуратно И красиво Дальше мы будем Тестировать Хайлайтер Внизу здесь Мне кажется Он для меня довольно Давайте я сейчас Свою попробую Но Нет Он прям рыжий Будет для меня Очень сильно темным Давайте все-таки Возьмем Катрис Что этот Прям Поцелованное Солнцем Я беру Катрис У меня это Оттеночек 02 Rose Binge И хорошенечко Набираю Я люблю вообще Пальцем наносить Смотрим Он красивый Безумно Но Оставляет На самом деле Если переборщить А я вот сейчас Переборщила Но немножко Притопчу И не будет он Оставлять никакую Полосу Такие хайлайтеры Которые имеют Прям какую-то Активную цветовую Подложку Не наслаивайте Их сильно просто И не будет у вас Бед никаких Просто слегка Нанесли Он и так Довольно хорошо Сияет И почеркнет вам Все ваши прелести Все ваши рельефы Без тысячного Наслоения Я вот уже почти Ничего здесь нет На кисти Я просто прохожусь И могу еще вот так Пальчиком придоптать И вообще супер Ну смотрите Сияет космически Очень деликатное Классное сияние На каждый день Мне кажется Просто супер Супер гуд Главное что Стоит очень бюджетно Сейчас там хорошие скидки На золотом яблоке Поэтому я вам рекомендую Обязательно присмотреться К продуктам Потому что многие Здесь прям достойны Внимания Ну что Мы с вами переходим К палетке Я не наносила Никакую базу У меня только Припудренная века И я буду использовать Сначала Простраивать форму Просто складочку Нанесу Какой-нибудь Тауповый оттеночек Вот этот Светленький Коричневый И потом мы с вами Уже будем решать Что мы будем делать Тени у нас Довольно хорошие Пигментированные И я раньше Тоже часто Использовала их Особенно Когда была Подростком Мой оттенок Шикарный Прям для складки То что нужно Он такой Холодненький И очень Симпатично Можно Углубить Им Складочку Я сразу Немножечко Оттягиваю У нас Такой будет Нюд Хороший Такой повседневный Рабочий Нюд Потом можем Знаете Один Дополнение Можем Просто Что-нибудь Интересненькое Бахнуть Какого-нибудь Света На нижнее веко И будет Уже Вечерний Макияж То есть С этой палеткой Можно сотворить Не только Какой-то Дневной Повседневный Макияж На работу В офис Ну и Также Принарядиться Немножко И сделать Вечерний Макияж Довольно Симпатичный Какой-нибудь Сияж Конечно Здесь Нет никаких Дуохромов И нет Никаких Невероятных Переливов Спарклов Но есть Довольно Симпатичные Сатинчики Да Возможно Сатинчики Это уже Устарелая Формула Но Я не прочь Иногда Немножко Присатиниться И я Сразу же На нижнее веко Добавляю Этот же оттенок Чтобы просто Сделать Такую легкую Тень В принципе Я бы уже И так Пошла Сейчас Какой-нибудь Сатинчик Себе На веко Бахнула И пошла Красивая Покорять Этот мир Что-нибудь На губы Сочненького И уже Можно Не париться Ну вот Смотрите Глаза Стали прям Рельефными Такими Выразительными У меня Очень глубоко Посажены Глаза И вот Эта Косточка Она прям Так Ну Не нависает Но как бы Нависает Над веком И Мне приходится Немножко Сильнее Это все Распахивать Но это Опять-таки Нужно Нужно Отталкиваться От формы Ваших глаз Что мы Делаем Дальше Дальше Я предлагаю Вам Вам предлагаю Нанести Нанести Оттеночек Ну хочу я Синего Немножечко Да Повседневный макияж Синим А почему Нет Хочется мне Либо Оранжевого Может быть Оранжевенький Давайте У меня Вот сегодня Чокер С оранжевым Давайте Возьмем И бахнем На нижний век Оранжевый Кисть от Essence Для теней Даже не знаю Какой это номер Или что это Ну оранжевый Довольно Пигментированный Он хорошо Переносится на кисть Тенем немного Пылят Но это Естественно И наносим Прям на нижнее веко Обильно Смотрите Какой хороший Оттенок Как хорошо Он переносится Такой Прям Кирпично Оранжевый Такой Цвет Нового кирпича Есть вот Кирпичный Который в красный Уходит Он такой Типа Пожухлый Уже А есть вот Такой Новый Дома Строят Когда только Я люблю На самом деле Делать акцент Именно на нижнем веке Потому что Это просто Это быстро Вы просто Нанесли на все Нижнее веко Немножечко Отушевали И уже У вас Какой-то Интересный Акцент На глазах Имеется А если Вы пытаетесь Создать акцент На верхнем веке То это Довольно Заморочество Потому что Там нужно Прям Тушевать Тушевать Я немножечко Его поднаславиваю Оттенок Яркий Но при этом Он такой Приглушенный Я нанесла На нижнее веко Сейчас я возьму Бежевый оттенок Из палетки Светлой И немножечко Смягчу границы И вот И вот так вот Я смягчила Мы сейчас В уголочке Что-нибудь Другое Нанесем Можем На верхнее веко Сейчас нанести Кстати Вот меня Очень привлекает Вот этот оттеночек Такой Он какой-то Мраморный С вкраплениями Кстати Тень очень шелковистый Это такой Горчичный оттенок Он набирается В чистую горчицу И есть здесь Такой желтый Еще Сатинчик Тоже симпатично Сияет Стандартненько Симпатичненько Можем На верхнее веко Сейчас нанести Какую-то горчичку И сделать такой Летний Макияжик Так, наверное, я и сделаю Да, я работаю без базы Без всяких подложек Чтобы оценить Чистую работу теней Ну, вот смотрите Легкий такой Мне кажется, многим Такое нравится Но если вы не любите Или прям какого-то Такого Не знаю Ядреного Даркушного макияжа Темного Или же сильно яркого То для вас Это вполне Сойдет Вот так у нас получается И теперь Я добавлю И сейчас Посвочу сияшки Даже не знаю Что можно Добавить в уголок Если добавить золото Золотишко Такое стандартное Не прям Не вырви глазно Я возьму Плоскую кисть Наберу это золото И нанесу Прям В уголок Мне очень даже нравится Результат Потому что макияж Такой, знаете С которым я прям и пошла Повседневненький Симпатичный макияж Получается Дальше мы пробуем Бустер для ресниц Очень мне интересно Нужно, наверное, дать ему просохнуть Он прям такими Комочечками Ложится на ресницы Мне интересно Как это будет влиять На склеивание ресниц Кстати Мы попробуем только на одном глазу А на второй глаз Нанесу чисто тушь А мы нанесем тушь На второй глаз На левый Получается И протестируем Тушь Щеточка натуральная Довольно размашистая Но при этом мягкая База под тушь На правом глазу Уже подсохла Вот смотрите В один слой Выглядит вот так И я вам скажу Довольно неплохо Потому что они подкрутились Возможно, это, конечно, мой способ Нанесения туши Работает хорошо Либо же тушь действительно Неплохая Не то чтобы прям объем Но довольно хорошо Она их разделяет И подкручивает Теперь пробуем На правом глазу Поверх этой Сыворотки Этого праймера Глаз не очень нравится Потому что Склеиваются как-то Ресницы посильнее И не то чтобы Прям добавляется объем Или да Ну, мне кажется, да Кажется, что я с ним здесь больше Наношу второй слой Потому что первый, я думаю Успел Немножечко зафиксироваться В принципе, с макияжем глаз Мы закончили И мне он нравится Мне кажется, что он мне идет Он такой тепленький Приятненький Нюдец на каждый день И теперь мы с вами Будем делать губы Для губ, конечно же Здесь подойдет оттенок Который называется 403 Pitch It Мне кажется, что он сюда Впишется идеально Но для того, чтобы Он выглядел еще лучше Я нанесу на контур карандаш Эль Каразон У меня это Натенок Милк Чоколайт Очень он красивый У меня сейчас Затинтованные губы, конечно Я, если что, очень плохо Справляюсь с прорисовкой Контура губ Поэтому я его сделаю И вернусь к вам Ну что Я прошу сильно не расглядывать Мой контур губ Потому что я Я учусь Я стараюсь У меня с этим немножечко Проблемки пока Я наношу эту помаду На все губы Мне кажется, я сильно ее выдвинула Какой приятный цвет И какая приятная текстура Вот это тот самый матовый комфортик Я обычно не люблю матовые помады Но это хороша И цвет в сочетании с карандашом Выглядит роскошно Не знаю, насколько мне идет Но мне очень нравится Мне кажется, что с этим макияжем Смотрится очень гармонично И красиво Я чувствую себя прям Знаете, такой дорогой нюд У меня сегодня Я люблю такие макияжи, правда Также наравне, мне кажется С тем, как я люблю Яркие и креативные макияжи Я люблю нюдовые И такие красивые Очень холеную кожу Мне это действительно нравится На протяжении всего ролика Я оценивала продукты Я думаю, что я не буду Занимать время этого ролика И рассказывать заново О всех продуктах Я уже выразила свои эмоции Моими фаворитами Оказались бронзер Потому что он безумно красивый И не только красивый С виду, но и также Рабочий классный продукт Также очень понравилась мне Сыворотка Ее буду пользоваться Прямо перед макияжем Классный такой бустер Также консилер Сияющий, божественный Я его положу в свою косметичку Буду использовать Оттенок, я напоминаю Light Natural Очень он красивый И хорошо по-не подходящий Также, конечно же Вот эти помады Потрясающие Они очень комфортные Абсолютно не сушат губы При этом выглядят так Знаете, как вельветовые помады Скорее не матовые И у них такие яркие Классные сочные упаковки Из прям каких-то таких Явных фаворитов Это все Но в принципе Мне понравились практически Все продукты Кстати, очень мне понравилась Эта палетка И она прям такая Идеально базовая И акцентная при этом То есть супер Вообще класс Обожаю И конечно же Не могу не упомянуть Забыла Румяна и Хайлайтер Хотя хайлайтер не Десенс от Catrice Но разницы в принципе нет Вот Очень хороший Удобный формат Маленький И безумно бюджетный Я надеюсь, что вам понравился Этот ролик Обязательно Поделитесь своим мнением В комментариях Любите ли вы этот бренд Пользовались ли вы чем-то От Essence И что вам у них нравится Мы встретимся с вами Совсем скоро В новых роликах Я вас очень люблю Спасибо вам за вашу активность Вы мотивируете меня Снимать новые видео До новых встреч И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok